Сегодня 8 июля 2022 года. Я Садырбаева Баджанат Кадырбаевна. Благодарю депутатов Европарламента за упоминание резолюции имени моей дочери Райбуль Садырбаевой, политзаключенные правозащитницы движения «Илемай» из города Семии. И прошу делегации евродепутатов встретиться с моей дочерью лично или онлайн. Также хочу поблагодарить правозащитную организацию Amnesty International, выступившей защиту моей дочери с требованием к властям Казахстана, освободить Райгулю и прекратить необоснованное уголовное дело с привлечением к ответственности в виновных пытках в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Власти произвольно преследуют мою дочь за правозащитный мониторинг протеста в январе этого года. Райгуль пытались сотрудники следственной группы под руководством спецпрокурора Мустафина, сфабриковавшего уголовное обвинение по второй части 272 статьи. В данное время дело не закрыто. Фабрикация январского обвинения продолжается. 13 февраля, будучи заключенной в следственный изолятор в Усмоногорске, во время визита у полномочного по правам человека Эльвира Азимова Райгуль лично обратилась к ней с письменным заявлением дядь под контроль расследования пыток. Но судя по всему, Азимова тут же забыла об этом. Мою дочь, потерпевшую от жестокого обречения, теперь преследует следователь, которому поручено в расследовании пыток. Ее зовут Магина Хайербекова. Это следователь антикоррупционной службы города Семи. Руководство отклоняет все отводы, позволяя Хайербекову безнаказанно преследовать мою дочь и устраивать различные провокации. Чтобы сфальсифицировать еще одно уголовное обвинение, эта девица написала донос, произвольно требуя привлечь мою дочь к уголовной ответственности. Вызывая научные ставки, Хайербекова через третьих лиц отдают незаконные распоряжения, а при нудительном досмотре заставляет тщательно обыскивать сумку моей дочери, чтобы забрать телефон, хотя прекрасно знает, что телефон изъят по январскому делу. Так Хайербековым цитит за то, что Райгуль требует правильной фиксации своих показаний в протоколе и настаивает на приобщении к делу исчезнувших записей с камер видеонаблюдения в помещениях и ВСД применялись пытки. Все ходатайства о проведении очных ставок с людьми, которые могут засвидетельствовать пытки и незаконные методы дознания, Хайербекова умышленно отклоняет. Очевидно, чтобы увезти от ответственности виновных. Райгуль опознала в лицо всех пытавших ее сотрудников. Их данные известны, о них прямо указывает не только моя дочь, но и другие жертвы пыток. Но Хайербекова категорически отказывается признавать их подозреваемые. Они до сих пор не взяты под арест, не отстранены от службы и формально проходят по делу просто свидетелей. Так как национальные механизмы несостояния обеспечить защиту жертвам пыток, я требую провести независимое международное расследование о январских событиях, включая пытки. Субтитры создавал DimaTorzok